Мы продолжаем чтение книги «К истинному православию» автора Игнать Тихонович Лапкин. Тема «Отцы и дети» это уже четвертая часть. Необходимо раскаиваться в потере любви, в теплохладности, хитрости, в излишнем любопытстве. Не спрашивай, и тебе не будут лгать. Арабская пословица. Цитата. «Проклините мироз, говорит ангел Господень, проклините, проклините жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми». Судей 5.23. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, но имею немного против тебя, потому что ты, попуская жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать. И есть идоложертвенное». Откровение 2.4.20 глава 3.1 по 22 стих. «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Второе послание Петра 2.2 стих. «Ибо все столы наполнены отвратительную блевотиной, нет чистого места». «Исайя 28.8». «Не знаете ли, что бегущие наристалища бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». 1.1.9.24 и Тавита 12.6 «Необходимо раскаиваться за неотдачу вовремя долгов». «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Притча 22.7 «Многие считали заемноходкою и причинили огорчение тем, которые помогли им». Сирахов 29.4, 41 глава. «И за все, что мыслится, говорится и делается не по совести». О слове. «Язык, словно речь, свойственны из смертных только человеку». Обладая даром речи, Адам пророчески назвал «животных». В еврейском языке приблизительно соответствует русскому «вор о бей», «вор она ворона». «И дал имя жене, Ева, Зоя, Жизнь». Через 1656 лет после сотворения Адама пришел потоп на землю. А через 721 год после потопа при строительстве Вавилонской башни появились новые языки на речи. Считается, что неприкосновенным языком, языком Адама остался только один язык, язык Авраама, Моисея, пророков Христа. Зная, что от сотворения Адама до Рождества Христова 5508 лет, а от Рождества Христова нынешний год легко подсчитать, сколько лет русскому и иным языкам. Книга «Бытие» показывает живую речь Бога с Адамом в раю. Адама с дьяволом и Бога с дьяволом. И снова Бог говорит с Адамом на том же понятном для Адама языке, хотя этот язык был, как утверждают приверженцы церковно-славянского языка, осквернен сатаной, то есть вульгаризирован гулаговскими блатными выражениями на 70%. Бог везде и всегда говорил и каждому народу на его родном языке, «Чтобы слушающий мог понимать его». Цитата «Критяне и оравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Книга «Деяний 2.11». «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Матфея 28.19 «Сказал им, идите по всему миру и проповедуете Евангелие всей твари». Марка 16.15 «И наделил апостолов знанием того языка, куда направлял их. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Слание Коринфянам 14.8 «Апостолы не изобретали эсперанто, староиндийский, древнегреческий, древнееврейский богослужебные языки, но говорили ясно, понятно. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли». Деяние 22.2 «Отчего и слушали внимательно и обращались ко Христу, меняя свою жизнь, рождаясь выше от Духа Божия, от понятного Слова Божия и от воды крещения». На том же родном языке велась везде служба в храмах, на разговорном, живом, а не на мертвом церковно-греческом, церковно-эфиопском. Иоанн Златоус написал литургию на родном, живом языке греков и проповедовал, держа перед собой сразу четыре перевода с еврейского на греческий, семидесяти септуагинта, фиадо, тиона, акилы, симмаха, не давая предпочтения ни одному переводу, но, дополняя один другим, расширяя многозначимость. Стефан Пермский изучил язык зырял-пермяков и на их языке донес им весть о воскрешем. Митрополит Иннокентий Вениаминов переводил Евангелие на языки народов севера и на их языке ввел и богослужения, указывая им путь в Царство Небесное. Архиепископ Николай Японский Касаткин на японском, Макарий Глухарев на ее ойродском языке горноалтайцев. А если бы иначе, то все миссионеры были бы отвергнуты, как чужестранцы. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец. И говорящий для меня чужестранец. 1 Кор. 14-11. Они говорили бы на ветер. Еще цитата. Так, если и вы языком произносите не вразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. 1 Кор. 14-9. Ни в проповеди, ни в богослужении не должно быть ни одного непонятного слова без его смыслового значения. Сколько, например, различных слов в мире и ни одного из них нет без значения. То есть, каждое слово несет смысловую нагрузку для того, кто слушает его, чьих ушей достигло. Еще цитата. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но напаяют землю и делают ее способной рождать и произвращать, чтобы она дала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его. Прок Исаия, 55 глава, 10-11 стихи. У несчастного русского народа для православных все еще богослужение ведется на мертвом, на котором никто в мире не разговаривает как нация в церковно-славянском языке. Для них здесь каждое слово пророка Исаия в обличении, а непонимание непонимаемое слово не приносит плода, но все камень непроходимый в уши. Стану молиться духом, стану молиться умом, 1 калифонам, 14-15. Умом молится только тот, кто понимает значение произносимых слов. «В церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму десять тысяч слов на незнакомом языке». 1 калифонам, 14-19. «Кто этого не понимает, а ведет служение на незнакомом языке, тот по уму младенец, играет незаконными словами, утешается певучестью, сакральностью, не может понять такой простой истины, что нигде в мире ни один правитель, военачальник не отдает приказы, указы на незнакомом для людей языке. Также пишут указатели на дорогах. Бог не есть, Бог не устройство». 1 калифонам, 14-33. «Он послал в мир Сына своего Христа Иисуса, чтобы примирил нас с Богом». Иоанн Златоуст рад был первому выпуску миссионеров на кельтском языке. «Почти две тысячи лет трубы Духа Святого, Христовы Благовестники несут весть о Искупителе, заместителе за наши грехи всему миру. Как несчастен тот народ, кому придет книга, которую никто не может прочесть». Это достойно многих слез. Откровение 5-я глава. На незанятое место в сердце пришли понятные брошюрки лысого пигмея, и достаточным оказалось две речи с броневика, чтобы те, кто ходил в церковь всю жизнь, но кто ничего из Евангелия и не знал, а только крышку целовал и благой вести устремились за этим разбойником, забыв и Бога, и церковь, и патриарха, и царя. И опустили монастырь, и рухнули твердыни тысячелетия, строили внешне узоры из кирпичей, зодчество, похвальбы, ненужным трудом без единого гвоздя гордились, но стоило пообещать царство земное, и повернули к тому, что наполнил сердца православных яростью купчине толстопузову попу Некрасов Л.А. И не хотят найти причину, почему же именно в России произошла эта катастрофа на такой огромной территории. Евреи ли только виноваты? Разве они купола рушили, разрывали храмы, жгли сокровища веков? Народ был слеп, панцир непонятности остался и поныне, слепой ведет слепого явно яме и ужасу и петле. Ужас и яма, опустошение, разорение, доля наша. Потоки вод изливает тока моего о гибели дощери народа моего. Плач Иеремия 3.47 Хотя бы ввели чтение в церкви Евангелия апостола по риме и псалтире по-русски, если уж так боятся хранители мрака дать народу служение на родном языке. Говорят, что разговорный язык русский ныне язык жаргона, язык блатной улицы, а Библия переведена святыми мужами Кириллом и Уфудием на русский язык. А на русский язык простые люди переводили. Нужно говорят батюшки академическим образованием не быть ленивым и выучить язык богослужебный и будешь понимать. Но ведь все это уже было под солнцем. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас. Экклесиаста 1.9 Было время, когда епископы в Германии твердо соблюдали правила, что проповедовать и вести богослужение можно только на тех трех языках, на которых была надпись на кресте Христа, на еврейском, на римском и на греческом. Но было время и такое, когда перевод святого Иеронима с Тридонского вульгата, теперь общепринятый у католиков, был встречен в штыки. Церковники считали кощунством святого Евангелия Всесвятого Бога переводить на язык понятный тем людям, кому была эта весть. Подождите минуту. Сейчас. Сейчас. В этой области сделать Слово Божие доступным для масс народа, язычники иногда были более разумными, чем священники. Когда главный библиотекарь царя в Толомея, Филадельфа II египетского Дмитрий Фаларейна, основе поста и молитвы всего Израиля, с участием 72 переводчиков, по 6 от каждого из 12 колен, сделал доступной Божию мудрость Слово Господа для всей вселенной и для нас, переводя с еврейского на общий доступный язык того времени греческий, то что он сделал для нас православных? Перевод библии на церковно-славянский был сделан именно с этого перевода 70 толковников. Хотя то, что сегодня называют Кирилловым переводом, есть в действительности десятки раз правленный, русифицированный перевод с Кириллова. Приверженцы тайны языка, непонятности, богослужений, хотя и не могут перевести ни одной страницы с церковно-славянского, даже много раз слышанное, но привыкли слушать мелодичное, приятное в Салтирии. А понятное, готовое сжечь, люто презирают и ненавидят перевод на русском, и всегда ссылаются на то, что Кирилл и Мефодий были святые, а перевод библии на русский язык делали простые, грешные, неканонизированные... Грешные, неканонизированные люди. Но больному даже и не специалисту ясно, что перевод на родной язык сделать легче, нежели на чужой язык. Кириллу и Мефодию славянский язык был неродной. На русский же язык перевод делали четыре духовных академии. Русские под строжайшим контролем синода, правительствующего и митрополита Филарета. Святыми же признают и канонизируют люди, и только после смерти. Сколько было святых среди переводчиков на русский язык синодального перевода 1876 года, знает только Бог. Любая канонизация – это обратная сторона заповеди. Не судите никак прежде времени, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. «Ибо иначе как Богу судить мир? Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Римлянам 2.16, 3.6, 1 Коринфянам 4.5. «Канонизация любая, кроме мучеников за Христа, есть претензия на восхищение суда Божия. И если на суде Христа Бога нашего будет две стороны, Матфея 25 глава, то почему же стали только одну сторону прежде времени определять, кто будет справа? Католики канонизируют своих, старобрядцы своих, и друг у друга их святых никто не признает. Значит, в действительности никто и не видел этих святых на небе, и никому Бог прежде суда своего и не открыл того, а остальное просто от тщеславия и предвосхищения суда Божия». Христос говорил с иудейским народом на их родном, разговорном языке. У православных, старобрядцев, храмах Слово Божие под четырьмя панцирями замками. Первое. Читает в самой отдаленной части храма вдали от народа. Второе. Третий замок. Речитативом, нараспев, пение же даже знакомого текста непонятным. Третий замок. На непонятном, мертвом, церковнославянском языке. И четвертое. Спиной к народу. Все, что только можно было сделать, чтобы сделать пришедших неверующими, чтобы Слово Божие не проникло в сердца своих, превратить хлеб в камень непонятности, сделали все. Так легко прийти к мысли, да сам ли смертный человек так все измыслил, чтобы самую радостную весть скрыть под такую броню от грешников, ради которых и пришел избавитель на землю. Современные книжники, фарисеи, рецемеры под страхом храма, анафемы, церковного отлучения блюдут чему невежество. Им выгодно питаться грехами народа, чтобы никто не проник в их кастовую тайну, в учение. И тогда они легко выдают себя за охранителей и блюстителей тайны спасения. И к ним, и только к ним одним и будут всегда обращаться с вопросами в поисках пути спасения. Авторитет личности Оракула. Это и есть тот базис, на котором воссядет всемирный антихрист, авторитет самости. Из жития святителя Кирилла и Мефония, 11 мая, память, страница 362. Кирилл персидское имя солнца, через них для нас воистину воссияло солнце правды, солнце любви всесвятой троицы. Пойду к славянам, если только они имеют буквы на своем языке. Без азбуки, без записи, это все равно, что записывать беседу на воде. Так ответил Константин Кирилл, философ царю Михаилу, 862 год. И вот как отреагировали на святую русскую Пятидесятницу на перевод Кирилла для славянских народов и епископы. Страница 366, первая строка сверху. Немецкие и латинские священники и монахи накинулись на Константина, как ворона на сокола. Сторонники трехязыковой ереси. Он же отвечал им. Как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Псалом 97,4. Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет имени твоему Вышней. Псалом 65,4,116,1,156. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1,12. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Иоанна 17,20-21 стих. И приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И все Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28,18,20. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сие знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Марка 16,15,17. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком. Ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Матфея 23,13. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующие превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. 1 Коринфянам 14,5. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Филиппийцам 2,11. Эти места Писания привел Кирилл. А те, кто ратуют за непонятный язык, ни тогда, ни ныне, ни одного места из Библии, не могут привести в защиту своего еретического заблуждения. Теперь уже 4-х языковой ереси. Страница 69. Цитирую. Умирая, Кирилл воздвиг руки к Богу и так слезами молился. Погуби трехязыковую девисть и вырасти во нужестве свою церковь. Почел 14 февраля 869 года. Папа Андриан говорил в послании к славянскому князю с Мефодием, идущим туда. Он может переводить священные книги и на ваш язык, и по ним совершать святую службу литургию, и крещение, и весь цичин церковный, чтобы вы удобнее могли познать заповеди Божии. Но пусть будет сие дело свято и благословенно Богом, и кто будет хулить книги вашего языка, тот пусть будет отлучен и представлен на суд церкви, и до тех пор не получит прощения, пока исправится. Ибо это волки, а не овцы, и должно узнавать их по плодам и остерегаться их. И позже эти изверги, епископы, заключили святого Мефодия в тюрьму на два с половиной года. Умер 6 апреля 1885 году, 16 лет, трудясь без Кирилла. Пять слов на русском языке лучше, чем тьма чтения на церковном славянском непонятном. Как пишет Милош в Кратахвилл, что когда Ян Гус перевел Библию на чешский язык, то через 75 лет, проезжавший там кардинал, сказал, что средняя чешская женщина знает священное писание лучше, чем средний итальянский священник. Так и с русским народом, что средний сектант знает Библию и ее содержание намного лучше, чем православные батюшки, семинаристы, не говоря о массе верующих. Не говоря о массе неверующих, слепоствующих в невежестве прихожан. Василий Великий, 1 января, Паисий Великий, 19 июля, просили Бога дать им разуметь сирский язык для беседы всего с одним собеседником и получили этот дар. Здесь же для миллионной паствы русской мужи веры потрудились и перевели с еврейского оригинала Ветхий Завет и с греческого Новый Завет в 1876 году при активной помощи четырех духовных академий России митрополита Филарета. И этот перевод с пренебесным звучанием, изданный уже по благословению Патриархии митрополита за рубежом, все еще не разрешается для чтения в церкви. Кому это выгодно? Вера от слышания Слова Божия. Римлянам 10.10. Ни от непонятных слов душа познает волю Творца. Известен случай частный, когда 22 января Анастасий Персиянин, обратившись в христианство, не хотел даже и разговаривать на своем родном языке. Иоанна Русский, память 4 октября, пошел в плен к татарам. И познал их язык, и потом на их языке много пользы принес прежним мучительям. Апостол Матфей, память 16 ноября, проповедовать Евангелие из книги и богослужения, проводил в земле людоедов на их родном. Богослужение проводил в земле людоедов на их родном языке, и нигде ни один миссионер не переводил на древний родной их язык, но переводил только на разговорный. Понятный. Чем же мы хуже их, что остались без служения на родном языке? Людоеды, счастливее нас. Когда Дух Святой в огненных языках, как и на апостолов, сошел память святого 24 мая на Симеона Дивногорца, тогда под ударами молота слова рушили скалы языческих твердынь. Когда-то церковно-славянский язык тоже был великим и могучим, живым для живущих. Но народ в языке Пушкина, в языке нового перевода Библии, и ушел вперед, а язык остался один удали. Климент Архидский получил запрет от Папы Стефана VI проповедовать на славянском языке. Точно так и ныне. Нынче запрещают в храме читать Евангелие на русском языке. А славянского языка никто не знает, даже академисты не могут перевести на русский язык. Даже в псалтирное чтение, согласно 1 Каинфянам, 14 глава, где нет толкователя, нужно молчать или ждать переводчика. Абие, выну, сряща, абачи, дряхлуеши. Кто из прихожан знает значение слов. Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Прокосия 4.6 Всюду для русских, как при Данииле, «Мене, мене, телкел, упорсин» Взвешено наше хождение в храм и найдено очень легким. Иоанн Златоус говорит, что «Если ничему не научился в храме, то напрасно и дворы топтал». Кто напоит народ? А того не знали они, что Иосиф понимаем, ибо между ними был переводчик. Бытие 42.23 Если бы сейчас служба пошла на родном русском языке в храмах, для многих лет стоящих был бы шок. Когда поняли бы, что делали всю жизнь, не понимая слышанного. Что случилось с братьями Иосифа, когда вдруг он заговорил с ними на их родном языке? Они и каялись, и плакали, и ужасались. А все ветхозаветное было для нас прообразом. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам, 10 глава, 6, 11 стих. В 4 книге Царств, 29 главе, описано, как совершенно случайно в храме под деньгами нашли заваленную книгу закона, и когда прочитали ее служители, царь, то с ужасом посмотрели друг на друга. А какая же тогда у нас вера была до сего часа? Куда мы шли? Кому служили? И там ведь куда-то пастыри вели своих баранов и козлов, которые и понимают-то и службы, и прицепляются на слова. Слава, Господи помилуй! Но когда царь услышал, впервые, вероятно, хотя всю жизнь ходил в храм, слова из книги закона, второзакония, то разодрал одежды свои, потому что велик гнев Господень и на нас за то, что не слушали отцы наши слов из книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. Неудивительно, что самим хранителям тайн принесения жертв и богослужения Христос сказал, «Ваш отец, дьявол, почему вы не понимаете речи моей?» Иоанна 8, 8 глава. О, если бы наш русский народ нашел для себя уже переведенное слово Божие до 1917 года. Состояние священства архиереев было такое, что они противились канонизации Серафима Саровского. В России же, когда профессор Протерей Павловский перевел для студентов Духовной Академии почти за 30 лет Ветхий Завет, чтобы в Академии могли понимать смысл писания, и студенты налито, графировали 500 экземпляров, и о том узнало церковное начальство, то все экземпляры были изъяты и сожжены, и на профессора пришла беда. Смотри страница 161 Библия Гетца. С великим, могучим русским языком оказались самыми несчастными в мире, безязыкими. Не случайно Афанасий Великий говорит, что сколько пользы может принести церкви святая, ненаученная простота, то столько же и вреда, не умея по ненаученности встать на защиту истины перед еретиками. И это опять же про нас, безгласных, рыбах и рыбах православных. Христос пришел для всего земного шара. Третья ездра 11.32, Исайя 40.22, Иов 26.17. Согласно житии святых, первому веку было посвящено 74 жития. Второй век, 56. Третий, 69. Четвертый, 301. Пятый, 89. Шестой, 65. Седьмой, 35. Восьмой, 41. Житие. Девятый век, 69. Десятый, 32. Одиннадцатый, 30. Двенадцатый, 33. Тринадцатый, 20. Четырнадцатый век, 28. Пятнадцатый век, 36. Шестнадцатый век, 35. Семнадцатый век, 30. Восемнадцатый, 15. Девятнадцатый век, 9. Житии. И ну, итого, 1176 житии. И все спасались благодаря благой вести на родном их языке. Пришел к своим, и свои не приняли его. Иоанна 1, 11. Не рыбаки и кочегары, сторожа плотники распяли Христа, а пресвитеры, а первосвященники, тогдашние патриархи, папы, епископы, пресвитеры, попы, диакон, и родоначальники всех ересей в Церкви Христовой, и трехязыковой, и четырехязыковой ересей, опять же были именно священнослужители. Пресвитер Арии, архимандриты Евтихи, патриарх Несторий, и каждый вел куда-то свою пасту, скрывая Ристину. Отгородились толстыми, дубовыми иконостасами, и не знают, не видят, во тьме ходят, что случилось, отчего Церковь и мир ничем не отличаются друг от друга. Патриарх Никон говорил, «Я окоростовал, и вы вместе со мной окоростовали за мое небрежение. Миллионы погибших душ возопьют с жалобой ко Господу, сидящему на белом престоле, что священники скрыли от них благую весть, потому они и погибли. Мы лишь жалкая породия на первых христиан, карикатура, а священники не служители слова, а треба исполнителей». Треба исполнителей по потребе мира, для которых крещение, мочение лбов, венчание – лишь еще одно шоу «Мирская забава». Посмотрите и ужаснитесь Иов 21.5 Так сумели замуровать живое Евангелие, что для священников, табакуры, пьяниц, уголовые преступники все это готовые христиане, без изменения их жизни. Просто хорошие мужики. Иов 28.21 «Правды твоей не скрывал в сердце своем, возвещал верность твою и спасение твое, не утаивал милости твоей и истины твоей перед собранием великим». Псалом 39.11 «Странник я на земле, не скрывает от меня заповеди твоих». Псалом 118.19 стих. Сергей, минутку оставить. Сергей, ты на этом месте отарей красным поставь, чтобы легко найти можно было. А то, чтобы половина не осталась, ушли. А тут много, много, что сказано. На этом месте разделение белой, красными буквами выведи. И когда пишешь число, обязательно год, два ноль добавляй, перейдя, 2016-19. Хорошо, многое считала и полезно. Ну, дай Бог. Спаси Христос Богом. Не забывайте, в воскресенье, по-московскому в три часа дня шахматов Алексей Викторович думает быть в Иерусалиме и просит там, как молитву по соглашению они называют, чтобы помолились о пробуждении России, о родных и близких. Он там будет молиться. И мы тоже. У нас в это время будут идти занятия. Сейчас только пройдет в Барнауле Сергей и он сразу остановимся и помолимся. Ну, дальше тогда вопросы-ответы. Вы меня слышите? Да. Или не слышно? Слышал. Слышим. Никого? Слышим. Да что ж так? Много читал, конечно. Это хорошо, но никого нет уже. А кто записывает-то? Я записываю. Сергей Попешкин? Роман тоже записывает. Ну, ладно. Все. До свидания. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...